Продолжение следует... Задача клинической медицины заключается в том, чтобы опробовать те препараты, которые поступают на фармакологический рынок отечественный и определить их место в общей структуре лечения, определить их преимущества. Поэтому мне кажется, что мой доклад и следующий доклад Бордина будут посвящены поджелудочной железе, это будет посвящено разным лекарственным воздействиям и оценке их эффективности. Значит, разговор пойдет о внешнем секреторе недостаточности поджелудочной железы. Мне бы хотелось остановиться на некоторых положениях, которые, как мне кажется, являются важными. В 2012 году было создано Объединенное Европейское общество гастроэнтерологов, которое манифицировало создание группы по разработке рекомендаций по диагностике и лечению хронического панкреатита. В группу вошли 16 экспертов из различных стран Европы под руководством профессора Лора Шлеца. Проведено 6 встреч. Разработан европейский консенсус, который был опубликован в 2017 году. Какое определение этот консенсус дает внешнесекреторное недостаточности поджелудочной железы? Экзокринная панкреатическая недостаточность связана с недостаточной секрецией панкреатических ферментов, ацидарной функции и или бикарбоната, протоковой функции. Но надо сказать, что, конечно, само по себе это определение. Мы все находимся в противоречии, к сожалению. И европейские специалисты, и мировые специалисты. И мы, но с другой стороны, мы должны все-таки стремиться к тому, чтобы те определения, которые мы имеем и которые мы даем вам, в том числе, они были достаточно понятны, и чтобы они определяли суть этого дела. Значит, к основным причинам относятся утрата панкреатической панкхимы, абструкции главного панкреатического протока. Видите, в первом положении, вроде бы, мы должны иметь недостаточную секрецию. Но при абструкции мы можем иметь нормальную секрецию, но при этом недостаточную функциональную активность, не поступление туда, куда нужно. Снижение стимуляции экзокринной части поджелудочной железы, инактивации панкреатических ферментов. То есть, по существу включены разные аспекты. Не только недостаточная выработка панкреатических ферментов, но и абструкция, но и недостаточная стимуляция, и инактивация ферментов поджелудочной железы. Вот наше определение, оно было дано в 2012 году. В общем, все положения, которые были перечислены выше, они вошли в него. Экзокринная панкреатическая недостаточность – расстройство пищеварения. Это расстройство пищеварения, развивающееся тогда, когда активности ферментов поджелудочной железы, секретированных в кишку в ответ на прием пищи, недостаточны для поддержания нормальных пищеварительных процессов. Недостаточность внешней секретарной функции поджелудочной железы может быть вызвана недостаточной выработкой железой пищеварительных ферментов, или их повышенной инактивацией, или укорочением времени контакта с пищевым химусом. То есть, химус проходит быстрее, чем осуществляется процесс пищеварения и сцепления ферментов с химусом. Степень выделяет несколько степеней выраженности панкреатической несостоятельности. Легкая, когда снижена секреция одного или нескольких ферментов, но при этом концентрация декарбоната остается нормальным. И нормальные фекальные средства жира. Умеренное, когда имеется снижение не только ферментной продукции, но и бикарбоната, при нормальной фекальной экскреции жира. И тяжелое, когда снижение продукции ферментов и концентрации бикарбонатов в сочетании с театареей. С театареей и азотареей при тяжелой экзокринной панкреатической недостаточности развиваются, когда экзокринная функция полипазной активности и трипсин снижается более чем на 90%. Однако пациенты со слабой и умеренной компенсированной гнижсекреторной недостаточностью также имеют повышенный риск возникновения пищевой недостаточности, в частности жирорастворимых витаминов с соответствующими клиническими проявлениями, нарушениями обмена электролитов. Гнижсекреторный недостаток приводит к развитию майн-нутриции. Это основное положение, которое мы должны использовать в определении характера и степени межсекреторной недостаточности. Дисбаланс между потребностями организма и поступлением питательных веществ. Развивается такая низкая толерантность макроорганизмов к повреждению стресса в условиях майн-нутриции существует, манифестные клинические и субклинические формы. Очевидных симптомов может не быть, но оно сопровождается лабораторными признаками. Снижение уровня альбумина, преальбумина, трансферина, ретинол, связывающего белка, жирорастворимых витаминов, железа, кальций, магний и цинка, селена, холестерина и лимфоцитов. Итеологии в межсекреторной недостаточности, утрата паренхимы, острые хронические панкреатиты с исчезновением значительной части структуры поджелудочной железы, врожденные формы, возрастная атрофия поджелудочной железы. Вот Валерий Михайлович показывает нам материал, он не говорил о возрастной трансформации. Но надо сказать, что это нередкое явление, и то, что пожилые и старые люди используют пищеварительные ферменты, это в общем неспроста они это делают, потому что при этом они имеют состояние, используя их, они имеют состояние комфорта, которое и заставляет их принимать. Значит, обструкция панкреатических протоков полная или частичная, непоступление ферментов, ускоренный пассаж, недостаточная симуляция липазы, десинкронизация пищеварения, нарушение активации или разрушение пищеварительных ферментов в полости 12-перстной кишки, в основном два фактора этому способствуют, это высокая желудочная секреция и развитие синдрома избыточного бактериального роста, верхнего, он бывает верхний и нижний, по патогенезу своего развития никогда не бывает тотальным, судя по всему, вот, и при верхнем, значит, вот разрушается ферментная активность и развивается недостаточность. Снижение эндогенной стимуляции за счет снижения продукции секретина и панкреазимина. Вот в левой части показаны те состояния патологические, которые способствуют этим формам нарушения. Вот мне бы хотелось, чтобы вы обратили внимание вот на этот снимок, на эту картинку, которая свидетельствует о том, что внешний секретарный недостаточность поджелудочной железы развивается с возрастом. Здесь показан довольно большой материал, 214 людей было обследовано, и вы посмотрите, 11,5% имеют по эластазу меньше 200, и 5% с небольшим, значит, имеют тяжелую степень панкреазимской несостоятельности. Это данные, которые мы должны не скидывать со счетов ни в коем случае. И то, что задача ведь наша заключается в том, чтобы найти и доказать это. Но доказывать в конечном итоге можно и назначением ферментов без скалинолостазного теста, если нет возможности его провести. Пожалуйста, проводите ферментные терапии по получению эффекта. И это как раз не осуждается ни европейским, ни международным сообществом, и ни нашими данными тоже. Диагностика. Ну, о диагностике шел большой разговор. В предыдущем сообщении стеотарея, диарея, нарушение питания, тяжелый микрортизирующий панкреатит, хирургические вмешательства, кальцифицирующий панкреатит и расширение главного протока, как признак обструкции его. Какие тесты показаны для диагностики? Значит, изучение... Тесты должны быть простые и легко воспроизводимы, потому что, конечно, сложные тесты, во-первых, технически делать их некому, а во-вторых, они должны быть необременительны для больного и легко повторяемы. Значит, фекальные ластаза. Один дыхательный тест с пероральным приемом смеси триглицеридов, меченых 13-м углеродом. И магнитно-резонансная холангиопанкреатография с секретином, которые, ну, в такой практике, в общем, редко используются, но там, где она есть, ее можно использовать тоже. Трактовка результатов в норме от 200 до 500 микрограмм на грамм кала, умеренные степени от 100 до 200, тяжелые менее 100. Это пациент, вот важное положение. Каждый пациент, с первым установленным диагнозом хронического панкреатита, должен быть тестирован на наличие хронической несостоятельности, экзокринной несостоятельности железы. Это очень важное положение. Если мы будем это положение выполнять, мы будем своевременно назначать ферментные препараты и предотвращать развитие и осложнений, и тяжелых последствий этого. Какие показания к заместительной терапии панкреатическими ферментами? Ну, экзокринная и панкреатическая недостатка при наличии клинических симптомов или лабораторных признаков мальноабсорбции, они были представлены выше. Значит, экзокринная и панкреатическая недостатка при хроническом панкреатите ассоциирована с биохимическими признаками мальноутриции. Я их показывал выше, так что вы их помните. Какие лабораторные параметры следует использовать для определения мальноутриции? Значит, вот такие, как триальгумин и тинкнол, связывающий протеин, витамин D, минералы и следовые элементы цирочной железы, цинкмагний. Другие параметры масса тела, индекс массы тела, окружность плеча, жирорастворимые витамины, холестерин, уровень лимфоцитов, сила в мышцах, симптомы специфического напротивного дефицита выпадения волос, гласит дерматит, парастезии, которые являются скорее побудительными мотивами к тому, чтобы изучить внешнеприторную состоятельность поджелудочной железы. В коллекции диетические рекомендации ограничение жиров до 20 грамм в сутки для уменьшения стеатолеи в настоящее время эта рекомендация снята сама по себе. Издержки дефицит жирорастворимых витаминов снижается выработка собственной липазы. Экспериментальные данные показали, что переваривание и всасывание жиров было выше при заместительной ферментной терапии, при использовании диеты с высоким содержанием жиров по сравнению с низкожировой диетой. А диета богатой клетчаткой увеличивает конкретическую секрецию липазы на 50%, более чем на 50%, но при этом влияет на ферментозаместительную терапию и в связи с этим не рекомендуется. Показано использование жирорастворимых витаминов и кальций, магний и цинкоселена, тиамин, фалаты, продолжающиеся употребление алкоголя, следует убрать. Какие ферментные препараты являются препаратами выбора? Являются микросферы или мини-микросферы кишечно-растворимым покрытием размером до 2 мм. Микро или мини-таблетки 2,2-2,5 мм могут быть также эффективны, хотя доказательств этого нет. Какова оптимальная доза панкреатических ферментов? Для основных приемов 40-50 тысяч единиц по липазной активности и половина этой дозы для перекусов. Эффективность следует оценивать по динамике симптомов, по дыхательному или амилазному тесту. Хотя исчезновение клинических признаков малябсорбции считается наиболее важным критерием эффективности, ассоциированным с улучшением качества жизни, несколько исследований показали, что облегчение симптомов не всегда связано с нормализацией состояния питания. Недавно обзор данных поддерживает использование параметров интеллективного статуса, как антромоэлектрических, так и биохимических, как оптимального способа оценки эффективности заместительной ферментной терапии. Мне бы хотелось представить препарат, не так давно появившийся на отечественном фармакологическом рынке, хотя в Европе он существует уже достаточно давно. Лекарственная форма капсула с мини-таблетками, покрытой кишечно-растворимой оболочкой. Вот здесь показаны дозы этого препарата. Условия отпуска из аптек без рецепта. Возможно использование в период беременности, в период кормления грудью и детей с рождения. Включен в список жизненно показанных препаратов. Особенностью этого препарата является инновационная технология интерпсулированных мини-таблеток, что приводит к увеличению доступности панкреатина. И наличие мембраны, более полное выделение ферментов. При этом высвобождение максимальной дозы липаза выше, чем у других препаратов. Вот здесь показаны сравнительные данные с крионом, панцентатом. Пангрол 95,6%. Вот следующие картинки показывают сравнительную эффективность пангрола с крионом. По тем показателям, которые здесь представлены. Достоверно улучшается нутритивный статус. И на фоне терапии масса тела пациентов после резекции поджелудочной железы возвращается к нормальным показателям. Эти данные достоверны. Мы провели лечение 40 больных с хроническим панкреатитом в стадии внешней секретарной недостаточности поджелудочной железы. Преобладали в основном мужчины. По этиологии хронический алкогольный панкреатит составил 50%. Остальное на билярно-зависимые идиопатические и обструктивные. Несекретарная панкреатическая недостаточность. У 15 тяжелая, у 25 умеренная по эластазному тесту. Вот здесь графически показаны геологические формы панкреатита. Пациенты включения. Пациенты мужского и женского пола старше 18 лет, имеющие теремические ульдоруковые критерии хронического панкреатита. И уровень эластазы менее 200 микрограмм на миллилитр. То и после лечения проводили УЗИ, водородный тест. Потому что мы его опробировали с целью оценки эффективности используемой дозы препарата клинической, биохимической анализы крови. Которые давали нам представление о переносимости этого препарата. И изучали биохимический статус. В который входил общий белок, альбумин, калестерин, триглицериды, протрамбин. Смотрели карболеновую пробу. Оценивали матурику кишечника. И по программу. Препарат Пангрол в 25 тысяч назначали в зависимости от панкреатической несостоятельности. Либо 100 тысяч полипазной активности. Либо 150 при тяжелой форме поражения. Изучение клинической эффективности в динамике болевого диспетического синдрома кишечной функции. Определяли СИБР и его влияние на фоне использования достаточной дозы препаратов. Изучение динамики общего белка, альбумина, триглицериды, протрамбина. Динамика индекса массы тела. Исследование моторики. Качество жизни. Определение безопасности. Эти данные опубликованы в журнале медицинский алфавит в 2015 году. На сегодняшний день у нас материал приблизительно проанализированный, приблизительно вдвое увеличен. И мы его будем коррегировать в наше выступление. По оценке клинических симптомов 1 балл это отсутствие. Симптомы 2. Выраженность симптомы слабые можно не замечать. 3 балла умеренные не удается не замечать, но не нарушает дневную активность. 4,5 баллов. Выраженность симптомы значительная. Снижает дневную активность. Или сон. Требуется отдых. Здесь показаны результаты исследования процентов клинической эффективности. Показаны графически хорошо, достаточно хорошо видно. Метеоризм, учащенный стул в боли. Это клиническая симптоматика. Повысилась синтетическая функция по отношению к альбумину. Сибр. Мне бы хотелось обратить ваше внимание, что приблизительно у 35% исходным был обнаружен Сибр. При этом только достаточная доза панкреатических ферментов привела к тому, что у 50% больных Сибр был оккупирован. 50% потреблено значение антибактериальной терапии. Динамика различных показателей. Ленингс массы тела, карболеновые пробы. Эти все показатели достоверно изменялись. Визуальная аналоговая шкала по истеатаре эффективно оккупированы были. Нежелательные явления были зафиксированы у семи больных. Но это было значительным. И так как исследование проводилось на протяжении трех месяцев. И в основном больные получали этот препарат амбулаторно. То у семи больных появились те или иные проявления, которые были расценены как нежелательные. Однако анализ этих больных показал, что кто-то вернулся к алкерге, кто-то вернулся к диете привычной для них. Надо сказать, что коррекция этих изменений привела к тому, что они были купированы без дополнительного лечения. Вывод. Пангрол является препаратом, эффективно купирующим внешность коррекционной недостаточности поджелудочной железы. Для купирования умеренной степени эффективными дозами является 100-125 тысяч полипазной активности. Для купирования тяжелой 150. Эффективность пангрола определяется увеличением массы тела, положительной динамикой белкового спектра, купированием клинических проявлений. Восстановление пищеварения интуитивного садуса приводит к купированию СИБР у 50-ти больных без терапии, к улучшению качества жизни и купированию симптомов кишечной диспексии. Препарат безопасен, хорошо переносится. Мы пользуемся им до сих пор успехом. Спасибо. Спасибо.